Привет! Ты смотришь канал Михаил Веган. Здесь мы готовим очень вкусные и самые популярные рецепты из веганского мира. Спасибо вам огромное, что проявили такую активность в нашей группе ВКонтакте, когда мы попросили вас предложить нам рецепты. Благодаря этому сегодня мы приготовим наивкуснейший десерт. И как бы вы могли подумать, из чего? Из воды. Давайте посмотрим, что нам для этого нужно. Как вы уже догадались, это очень необычный рецепт. И впервые, когда я о нем услышал, я подумал, что меня реально разыгрывают. Я очень-очень долго сомневался и думал, что это полный бред. И когда я пришлю свой готовый продукт, фотку, человек, который мне это прислал, он просто надо мной поржет. Итак, нам понадобится необычная вода. Нам понадобится отвар нута. Вот такая вот банка. У меня получилось две таких банки. После того, как я сварил пачку вот такого нута. Соответственно, этот отвар это подбочный продукт приготовления хумусов, фалафеля и других вкусных блюд, которые можно приготовить из этой бобовой культуры. Также нам потребуется тростниковый неочищенный сахар. Подробнее под этим видео вы найдете ссылку, по которой можете найти информацию, почему белоочищенный сахар не является веганским продуктом. Мы будем использовать именно такой. И также нам потребуется сок лимона, либо лимонная кислота. В этом видео мы не будем показывать вам стоимость продуктов. Мы посчитаем ее прямо здесь, онлайн, в прямом эфире. Итак, это ноль. Ноль, потому что это побочный продукт, который я постоянно выкидывал. Я не считаю вот этот вот бульон в стоимость. Окей, это побочный продукт. Нам потребуется порядка 10-15 грамм. Допустим, если в вашем регионе такой сахар дорогой, стоит примерно рублей 100 за килограмм, 10-15 грамм вам обойдется в 2... Ну, давайте этот, блин, максимум 5 рублей. 5 рублей будет стоить этот сахар. Лимонная кислота. 50 грамм здесь в пачке. Мы используем пыль. Просто пыль. Совсем чуть-чуть. Грамм. Не знаю, я таких цифр даже не знаю. Итого мороженое 5 рублей. Давайте посмотрим теперь, как все это сделать. Продолжаем готовить. Наш заранее отваренный бульон мы переливаем в кастрюлю. Заметьте, что эта жидкость, поверьте точно, поверьте, она увеличится в разы в 10 примерно раз. То есть вам нужно выбрать очень большую кастрюлю. Больше, чем у меня. Смотрите, я переливаю, уже появляются пузыри. Заранее могу сказать, что из этой воды, по-английски это называется как-то аквафаба. Можете найти такие рецепты различные с этой водой в интернете. Великое множество. С ней готовят торты и так далее. Но сейчас мы приготовим вот этот десерт. Начинаем взбивать. Смотри, как это делается. Итак, сладкоежки, у вас не осталось сомнений о том, что эта водичка может стать мороженым. Теперь добавим наш неочищенный тростниковый сахар. Здесь дело вкуса. Впервые, когда я готовил этот десерт, я вообще не использовал никакого сахара, либо лимонной кислоты, либо сока. Я добавил туда варенье, которое стояло у меня очень давно в холодильнике, и я им не пользовался. Клубничное варенье было очень-очень вкусно. Добавляем сахар и лимонной кислоты по вкусу. Вы можете добавить ваниль или что вам взберет в голову. С этой водой можно делать все, что угодно. И продолжаем взбивать. Мне понадобилось порядка пяти минут для того, чтобы превратить эту нутовую воду вот в такой вот шикарный крем. Это уже наше будущее мороженое. В принципе, это можно и есть так. Это очень вкусно, но в виде мороженого это будет гораздо приятнее. Теперь мы перекладываем эту красивую взбитую массу. Не, вы можете себе представить, это вода. Водичку взбили и получили вот такое шикарное блюдо. Можно подавать это клубники вместо взбитых сливок. Зацени, смотри, вот эта вот гора мороженого будущего Получилось у нас из половинки бульона от отваренного гороха, нута. Еще на маленькую горку у меня осталось. Перед тем, как заморозить наше мороженое, я украшу его небольшими дольками клубники. Оцените, какая густая масса держит на себе тяжелые ягоды и не проминается. Отправляем наш клубнично-мороженый деферт в морозилку. Через час он будет готов, и мы его слопаем. А вы будете смотреть. Смотрим, что у нас в холодильнике. А-а-а, моя прелесть. А-а, зацени. Вот это мы приготовили из водички, которая остается после отварки нута. Это очень вкусное мороженое. Спасибо Екатерине, которая приняла участие в нашем конкурсе на предложение отличного рецепта. Спасибо. Если у тебя есть такие же гениальные рецепты, обязательно оставляй их под этим видео в своих комментариях, либо в комментариях в нашей группе ВКонтакте. Пока мы будем пробовать, не забудь подписаться на наш инстаграм, где ты увидишь фотки бэкстейдж нашего проекта. Самые лучшие фотки с наших съемок. Ну а мы будем наслаждаться. Пробуй. Пока-пока. Приступим. Оставим наш десерт на часок, и он полностью готов. Надо что-то говорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...